Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В арбитражный суд начинают поступать новые иски над банкой налоговой. Их общая сумма превышает 6 миллиардов рублей. Компания Агропроминвест, которую возглавлял Михаил Прусак, стала новым собственником Кировхлеба в 2011 году, напоминает навигатор. Через два года удалось возобновить производство курятины за счет кредита Россельхозбанка. Но теперь 100% активов предприятия в залоге у банка. А Кировский арбитражный суд рассматривает иски о банкротстве птицефабрик Кировхлеба. Программа Экономика. Должники по налогам за землю и жилье заплатили 145 миллионов. С начала года сумма задолженности физлиц по имущественным налогам снижена на 20%, заявляют в Кировском управлении налоговой службы. Там отмечают, что взыскивать вовремя неуплаченные налоги им помогают совместные рейды с судебными приставами. Примерно 27 миллионов удалось собрать именно в результате таких акций. Узнать о долгах можно в МФЦ. Напомню, туда нужно обратиться с паспортом. При наличии долга там же его можно оплатить. Экономика. Микрофинансовую организацию признали банкротом. Кировский арбитражный суд принял такое решение по иску частного лица к компании «Просто деньги». Истец требовал почти 14 миллионов рублей, более 5 миллионов – это основной долг, почти 8 – это проценты, по займу и 1 миллион – неустойка. В конце июня суд удовлетворил требования и ввел в отношении микрофинансовой организации процедуру наблюдения сроком на 5 месяцев, пишут «Бизнес новости» в Кирове. Экономика на 101 ФМ. К другим новостям. «Магнит» откроет распределительный центр к сентябрю. Работы в Юрианском районе неподалеку от села Загаре завершаются. Центр будет обслуживать более 400 магазинов розничной сети в Кировской, Архангельской, Вологодской и Ярославской областях. Сейчас идет набор персонала, пишет «Навигатор». В строительство распредцентра «Краснодарский ритейлер» инвестирует порядка полутора миллиардов рублей. Большие надежды на проект возлагают власти Юрианского района, поскольку он создаст до полутора тысяч новых рабочих мест. По стране у «Магнита» 23 распределительных центра. На заводе «Маяк» сменился гендиректор. Такое решение принял Совет директоров предприятия. Новым руководителем избран Виктор Жилкин, ранее работавший заместителем гендиректора по экономике и финансам. В свою очередь Сергей Смирнов стал председателем Совета директоров Кировского завода «Маяк». Кировчан предупреждают о пене за неуплату налога на доходы. 17 июля истекает срок уплаты за 2016 год. За период декларационной кампании кировчане направили в налоговые органы более 80 тысяч деклараций с общей суммой налога к доплате в бюджет 166 миллионов рублей. С 18 июля за каждый день просрочки будут начисляться пене от на трехсотой ставки рефинансирования Центробанка. Экономика на 101. Напоследок, коротко несколько цифр. В семь раз больше денег от своей прибыли направят в областной бюджет Кагупы в этом году по сравнению с прошлым. 180 миллионов вместо 25. На 5% сократили производство скота и птиц, семян и яиц в прошлом году аграрии Кировской области. Десять раз в этом году кировчане жаловались на коллекторов. И в завершение валютах доллар вырос на 66 копеек и стоит 60 рублей 24 копейки. Евро прибавило 71 копейку, курс на сегодня 68,38. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове.